всем привет мои зайчатки сейчас я вам покажу как я делаю профилактическую обработку от паутиного клеща такие профилактические меры я делаю где-то раз в две недели и ну если все хорошо то паутиного клеща в этот момент у меня не наблюдается вот приступим сейчас я снесла все свои растения с подоконника в спальне детской ванной и сейчас я буду обрабатывать давайте начнем с кого-нибудь одному что будет все понятненько можно давайте вот и на кулькасе наверное и начнем надо что-то небольшой на нем паутиного клеща слава богу заметно не было пока по крайней мере надеюсь не могу не будет берем речку речку и делаем горячую воду и вот таким образом не закрывая почвы я поливаю сверху из них свои растения именно строю снизу потому что чаще всего паутинный клещ находится на обратной стороне листа вот таким образом я его поливаю вот этой обработкой от пыли и заодно горячей прям водой насколько терпит рука это делаю за одну мы обрабатываем наше растение обрабатываю я вот таким вот зеленым мылом она во первых препятствует приживаемости скажем так растение на растение насекомых заодно придает некий грянец вот таким образом можно ватным диском губочкой кто-то как до обрабатывает листочки чтобы там было на листиках было каждый листик протирать а я вот таким вот образом делаю потому что считаю что есть там стебелечек тоже надо обрабатывать на нем могут быть вредители то есть вот так буквально каждый листик руками прям вот так вот и размыливаю и уже листочки прорабатываю кто-то делает по-другому поэтому я показываю как делаю я сразу листика двух сторон и последние и обязательно в листа вот этот стволик тоже проходимся потому что он тоже может быть поражен вредителем вот так еще горшочком было естественно поддон у горшка обязательно мыть отдельно то есть его мы смываем тоже спидком это дает дополнительную патологическую обработку хорошенько кипятком промыли и оставляем растению ванной сохнуть мыло это я не смываю то есть вот как она есть на листиках она так и остается до высыхания полного зеленая мыло она в принципе не вредит растению насекомым прижиться не дает так делаем с каждым следующим растением а а а а а а а а После каждого растения руки мыть обязательно, потому что мы можем перенести вредителя на другое растение. Я так делаю, когда растение уже просохло, чтобы заодно совместить с поливом. Хотя считается, что на суккулентах паутинного клеща не бывает, но все-таки я их обрабатываю. Помимо паутинного клеща существует много других вредителей, поэтому на всякий случай обрабатываем всех рядом стоящих. Он может не прижиться, а допустим на нем на горшочке сидеть. Поэтому я считаю, что лучше убрать и помыть все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Обычно растения очень хорошо отзываются на поле по горячей водой. И вот на такую обработку зеленым лунем. Слава Богу пока никто не жаловался. Обрабатываю достаточно густую. Видите, да, прямо пенка такая. прям так с пенкой оставляем ничего не смываем абсолютно ничего все остается как есть из наружнее из внутренней хороший результант одышки одышки говорят паутинный клещ любит с особой тщательностью отрабатываем такие вот пенные красавчики с этим фикусом немножко сложнее фикус барок у него листики кучерявенькие их надо обрабатывать очень аккуратно потому что они кудрявенькие если мы будем как у всех предыдущих просто стягивать мы можем листики оторвать петельками они прям за пальцы цепляются поэтому раскручивая каждый листочек обрабатываем так ну крестовник роли не вижу смысла вам нарабатывать мы вам просто его горячей водой польем и все то же самое сделаем с суккулентным садиком небольшой стресс ну а вот нашу пальмочку все таки обработаем все теперь тщательно моем руки после мыла и даем нашим растениям стечь когда они стекут хорошенечко просохнут мы поставим на свое место на подоконнике вот такая красота у нас получилось смотрите как они блестят в это время мы идем обрабатывать сам подоконник первым делом хорошенько промываем подоконник просто от пыли от грязи потому что появлялась бывает выпадает земля когда вот рыхли им ведь рыхли им растения поливаем неудачно не очень аккуратненько все переборочки вот эти бортики все промываем потому что там может быть паутинный клещик хорошенько все смываем грязь вторым этапом промываем подоконник зеленым мылом промываем мыльной тряпочкой зеленым мылом здесь уже я промываю даже стекло снаружи стекла не мою сегодня паспорная погода возможно будет дождик поэтому пока снаружи хотела помыть окна но не буду не обращаем внимание что они не очень чистым промываем все вот крепления если ручки висят от жалюзи бортики то есть все я может вдруг были осесть клещик мы это все промываем включая даже вот оконную ручку все потайные уголки мы промываем чтобы не дать нашему клещику не нашим чтобы дать вас заклещику не единого шанса и идеально конечно если вы выявили зарядителя то постирать что ли и заключающим этапом у меня заключительным этап у меня вот такой вот спирт содержащий антисептик обрабатываю абсолютно все поверхности доставят цветочки где может быть наш клещ все хорошенько промываем кто-то делает по-другому рассказывать как делаете вы я делаю вот так и если я все делаю хорошо и вовремя то проблем с клещом у меня не бывает если я что-то забываю или не додерживаю в карантине новые растения то бывает конечно всякое и поэтому мне с ним сильно потом боремся все наш подоконник готов скоро вернусь сюда цветочки ну вот они мои красавчики все чистенькие практически высохли замечательные ребятки мы вот еще раз повторюсь мыло не смываем высушиваем как есть никаких пятен разводов особо на растение не бывает то есть но высыхает просто создает небольшую пленочку которая защищает наши растения от вредителя вот так это все выглядит теперь чистенькие довольны и надеюсь здоровые все всем до новых встреч подписывайтесь на канал пока пока